здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж кто узнает куртку пуховик справа с белыми накладными карманами именно ее в прошлый раз я мерил она мне очень очень понравилась помню ее цену она стоила 199 евро и да эту куртку поместили теперь на витрину также как и вельветовые брюки вельветовые брюки в италии очень и очень популярны ну что ж могу сразу сказать очень многие луки которые я примеряю которые мы составляем в момент примерки они фотографируются и потом они идут на витрину вот буквально через несколько дней я засниму снова витрины и вы увидите наверняка комплект с розовым свитером и возможно с желтой юбкой опять же витрины диктуют свои законы что можно поместить что будет смотреться красиво красиво будет смотреться например блестящие переливающиеся вещи как например эта шапка со звездой во лбу часто меня спрашивают в комментариях я на что вам понравилось вот например эта шапка в момент примерки мне очень и очень понравилось и поэтому да все что мы меряем она как правило фотографируется и в особенность удачные луки которые подходят для витрины они потом потом их можно будет нам с вами обозреть как раз таки и витринах тех или иных магазинов а бывает кстати наоборот я прихожу и прошу если моим мнением интересуются если спрашивают я прошу дать мне возможность примерить что-нибудь прямо таки с витрины потому что это очень интересно и сразу могу сказать что у меня часто возникают большие претензии к оформлителям витрин но это бывает вот в сетевых очень крупных магазинах когда я вижу уловки и приемы которые используются для того чтобы нам захотелось купить это пальто либо эти брюки а вот в маленьких магазинах где действительно только творчество творчество собственное восприятие цвета и формы она только определяет то как будут оформлены витрины вот там действительно луки с витрин носибельные поэтому поэтому действительно обзор витрин это то что мне нравится делать самой и что меня саму очень часто и вдохновляет ну что ж сразу хочу сказать по поводу тонких колготок мне очень понравилось высказывание маргариты мурадовой она для меня расставила все точки над и когда она сказала что плотные черные колготки они в сочетании с чем бы то ни было забирают все внимание на себя совершенно точно могу сказать что для меня это так по своим наблюдением подтверждаю тонкие полупрозрачные колготки я начала рекомендовать примерно год назад когда стала снимать весенний стрит стал еще до всех этих мировых изменений которые посетили нас и обращала внимание на то что тонкие черные на колготки смотрятся потрясающе красиво женственно и изящно и даже с мини черные тонкие колготки как сейчас на мне их нельзя назвать прям такие полупрозрачными то есть это что называется виа де мэдзо да то есть середина пути это не совсем плотные но и не тонкие-тонкие колготки вот на мой взгляд это просто идеальный вариант и совершенно не соглашусь с некоторыми комментариями что такие колготки смотрятся вульгарно такие колготки смотрятся очень сексе очень женственно и я всем рекомендую по возможности как будет позволять температура за бортом перейти как раз таки на такие тем на такие тонкие черные колготки ну что ж на мне ботинки на шнуровке эти ботинки очень понравились моему мужу на мне свитер для меня очень сложный потому что у него под подплечники надеюсь я правильно говорю и я никак не могу поймать свет с этими брюками брюки идентичны тем абсолютно идентичен тот же самый производитель тот же самый состав ткани как я мерила в одном из прошлых видео тоже из этого магазина посмотрите насколько по-разному смотрятся два аутфита именно потому что одни юбка брюки светлые в данном случае светлые в прошлом видео они были темно-синего цвета и вот здесь прям такие эти складки я уже опять же монтажила монтажила резала резала прям такие очень удачное освещение но опять же если быть эта вещь была темного цвета то все смотрелось бы в зоне паха как говорят некоторые гораздо гораздо лучше и для меня это тоже кстати урок потому что некоторые вещи на самом деле отснять вот в таком искусственном освещении потолочном практически невозможно хорошо вообще светлые аутфиты у них тоже такая интересная особенность как кто-то мне писал уже в комментариях я тоже об этом говорила они прекрасно смотрятся в пасмурный день на улице потому что внимание пасмурный день на улице нет прямого освещения солнечного солнце не создает тени плохо смотрятся эти аутфиты допустим что-то светлое мы видели на стрит-стайли именно в летние дни потому что тень и плюс солнце солнце создают эффект выгоревшие ткани еще плюс тени но прямо-таки не совсем то что нужно поэтому вот такой аутфит получился он на самом деле очень красивый сейчас вы видите я начну себя снимать в селфи о варианте и прямо-таки примыкая к зеркалу там вы увидите обратите внимание нет теней которые падают которые создаются которые создаются тканью самой же тканью ну что ж на мне светлая дубленка меняю ее на темную дубленку точнее потемнее от себя могу сказать что вот такие обрезные дубленки их очень сложно носить и сложно носить потому что со временем край дубленки начинает как будто бы подкручиваться закручиваться поэтому эти дубленки очень теплые они классно смотрятся как любые натуральные ткани но со временем вот такой дефект имеется то есть как будто бы подкручивается закручивается материал Поэтому, приобретая подобную дубленку, либо размышляя о том, приобрести ее или нет, принимайте во внимание вот такой интересный факт. Нет, здесь тоже освещение меня подводит, освещение от руки падает. Ну, в общем-то, было очень сложно заснять этот аутфит. Безусловно, красивый по цветовому наполнению. Черную обувь я бы поддержала, как и было показано, черной сумкой, либо черным шарфом, либо черной, допустим, кепкой, любым черным, черного цвета головным убором. Здесь, конечно, хорошо смотрелась бы и светлая, светлая обувь также. Вот, пожалуйста, светлая сумка. И сейчас я возьму в руки также черную сумку, вы сможете посмотреть, как все это будет смотреться. Я очень люблю формат примерки, как человек творческий и любящий красивую одежду, потому что действительно меня переодевают совершенно, совершенно по-разному. Безусловно, зависит от магазина, от его ассортимента, но даже внутри одного магазина могут тебя одеть вот действительно совершенно в разных стилях, в цветовых решениях. Мне это очень нравится. Мне лично само это очень помогает, опять же, восприятие образов. Я люблю образы раскладывать. Каждый образ, который мне предлагают, я считываю и понимаю, почему было предложено именно так. Ну что ж, кожаные леггинсы. Они очень популярны здесь, в Италии. Они были предложены многими марками. Более того, они предлагаются из года в год. Вообще, вариация брюк скини – это то, что в Италии популярно, то, что итальянки очень любят носить. От себя могу добавить, что называется, на наблюдала. Все вариации скини – брюки, джинсы, кожаные леггинсы – прекрасно сочетаются именно с пуховиками. И вот с такой почти горнолыжной обувью, наверное, не горнолыжной, а ла монтанья, да, то есть для горного отдыха, для горного досуга обувью, либо обувью в этой стилистике, вот прекрасно сочетаются именно скини и все вариации на тему скини. И если вы живете в регионе, где объемный, толстый, плотный пуховик – это то, без чего не обойтись, то попробуйте вот такой силуэт. Брюки очень узкие, почти леггинсы, очень-очень широко сверху. И вот именно обувь, которая будет отсылать вас и всех на вас смотрящих к горнолыжному отдыху, горнолыжным прогулкам. Это, как правило, обувь на шнуровке и на меху. Ну, очень плотный ход имеет также. Шарф дали мне примерить. Мне очень понравился этот образ. Этот образ полностью собран итальянскими специалистами. Шапку также мне дали. И, кстати, очень интересно тоже смотреть, как эти образы собираются. Образы, помимо того, что прикладываются вещи друг к другу, они потом еще собираются на конкретном человеке, в данном случае на мне. Вы также должны поступать, если вы, что называется, идете шопиться в свой собственный, гардероб, потому что одно дело предположить, что это будет хорошо. Это уже половина сделанной работы по грамотной сборке образа ансамбля. Но очень важно еще померить, потому что, ну, бывают действительно неожиданности. И очень часто. Это зависит, опять же, от освещения. Бежевый шарф может показаться более насыщенного бежевого цвета, либо менее насыщенного бежевого цвета. Как раз-таки, когда мы его надеваем, скажем так, эта вещь меняет ракурс своего освещения. Ну что ж, как я люблю говорить, на сегодня это все. И следующее видео я начну снова с этого образа и покажу, как я его, скажем так, видоизменила под себя. Вот меня часто спрашивают, Яна, что тебе нравится? В следующем видео я начну как раз-таки с того образа, который я сама для себя подобрала, который мне очень и очень понравился. Мне в нем было очень-очень комфортно. Желаю всем хорошего настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok